Всем привет! Вы на канале Марина и Цветочные друзья. И мы с вами сегодня на выставке в Новороссийске. Новороссийск МКЦ, Морской культурный центр по улице Адмирала Серебрякова, 9 по-моему номер. И хочу сказать, что в прошлом году выставка была на морском вокзале, в этом году снова выставка в Морском культурном центре, в Доме культуры Морской культурный центр. Мы сейчас с вами у торгового места Вали. У Вали много хоечек. Ну давайте посмотрим, какие тут есть. Есть. Нет, я доставать не могу. Вот это луки, то есть это вертикальная хоя, которая похожа по фигуре на мультифлору с белыми цветочками. А стоит она 400 рублей. Сейчас что вижу, то буду вам говорить. Публикали Сильвер Пинг, 300 рублей. Велоза. Такой интересный лист у неё глянцевый, ярко-зелёный. А стоит она, ну это самое обычное, да, 450. Недорогая она. Ой, какая интересная, мелко-цветковая. Эллиптика. Стоит она 200 рублей всего. Мультифлора, мелкий вейс, варигатностью листик, 500 рублей, детка стоит. Хорошенькая такая уже деточка. А это эллиптика, у которой листик в клеточку. И форма листа, как эллипс, 350 рублей она стоит. Вот Австралия, хоя Австралия зелёного цвета. Я всегда всё на неё смотрю-смотрю, никак её не куплю. 300 рублей она стоит. Вот если покупать, то прямо тут у Вали можно её купить, потому что не дурак абсолютно. 400 рублей с такими красными цветочками. Вот такая мелколистная хоя. Вы меня слышите? А то я говорю, пытаюсь смотреть и говорить. 300 рублей. Лакуно за эскимо. Мелкие листики. Многим нравятся мелкие листики. Вот это у нас, наверное, дисхидия, да? Да, дисхидия. 400 рублей. Вот такие листики. Фух, тут у нас сегодня душновато, прямо-таки на улице 28 градусов тепла. В этом году у нас, получается, сентябрь полностью получился летний месяц. Смотрите, вот она. Влажность воздуха такая, что хои выросли... Это дисхидия, это не хоя. У дисхидии выросли даже промежуточные корешочки. 400 рублей стоит. Вот такие зелёные яблочки. Ну, посмотрите, какая хорошенькая. Почему-то сегодня на неё не обратили внимания. Больше спрашивали хои. Ну, наверное, потому что хои красивее цветут, да? Как вы думаете? Клюзия и фагрея. Вот здесь стоят в одном ряду. У клюзии листочек снизу зауженный, а потом наоборот расширяется. А у фагрея, как у фикуса, только похож на листик хои. Вот такое всё вместе. Клюзия стоит 1900. 1900, вот я смотрю, у Вали. Вот такая красивая прямо пестрота. Интересно, интересно, от чего зависит пестрота такая. Красавица. Второй 1800 кустик. И 500, и 900 рублей стоит фагрея. Агланы на павлины. 1500. 1600 с таким, с крупным листом. Боксинг. Вот 1800. Вот кто спрашивал, с крупным листом. Боксинги с очень крупными листьями. Гринстар. 1300. Гринстар. Красавица. Вон гринсан большая. Посмотрите, как смотрится. Вполне даже симпатичненько. Что я ещё не показала. Диффенбахья. Удамсап. 1200. И несколько сортов фикусов. Фикус Мунлайт. С жёлтым молодым приростом. С золотистым. 300 рублей. И Старлайт. Старлайт почти белый. Не решаюсь её взять. Не решаюсь взять. Поэтому, извините, подсветка мигает. Это цветочное место Валентины. Валя сейчас не всегда имеет возможность приезжать на выставки. Поэтому созванивайтесь. Узнавайте, на какой из выставок Валя будет. Зависит от личного транспорта. Когда её могут привезти. Мы с вами переходим к такому роскошному... Проходи, Оль. К роскошному месту. С бегоней мы переходим. Это листики вот такие? Девочки. Сегодня привезли шикарные бегонии, которые продаются по листикам. То есть листики продаются. Сорта. Детки тоже есть. Ага. Нарьянмар. Посмотрите. С фиолетовым оттенком просто. 31 июня пытаюсь разобрать. Думаю, что за июня. А это 31 июня. Вот такая. Да, 31 июня. Не существующая. Да, да, да. Я поняла. Вспомнила фильм сразу. Весёлая метелица. Подберу крышку своего телефона, чтобы никого тут не поменять. Шоколадница. Шоколадница. Неправильно прочитала. Шоколадница. Вот, гляньте, с каким оттенком красивым. Весь в бегонии. Очень красивый. Очень-очень красивый. Пересмешник. Посмотрите, какой сорт. Ну, листики разные. Цена на листики. 250 вяжу. 200, 250, 300. Вот, пересмешник 300 рублей. Очень красивый сорт. Очень. Рябиновые бусы. Нарядные. 250 рублей стоит листик. Звездопад. Рождественская звезда. И куст, посмотрите, какой компактный. Так держит листья. А лист какой красивый. Классаммер. Стриптокарпусы. А, до деток мы еще не дошли. Вот, детки чуть дальше стоят. Тоже посмотрим, кто там есть. Стриптокарпусы тоже продаются листочками. Расцветки видны. То есть, очень хорошо выбирать, когда уже цветочек прямо на кусте. У нас сегодня посетительница собачка. И она выражает свое несогласие с тем, что ее привели в душное помещение. Сейчас приятно гулять на улице. У нас, еще раз говорю, самое настоящее лето. Пока. Какой красивый цвет. Посмотрите, пятна розовые по темно-фиолетовому. На съемке я вижу, что высвечивает синим цветом. А так, в жизни он фиолетовый, красивый. Вот она, детвора. Бегони из стриптокарпусов. Лель. Сорт Лель продается. А сколько детвора стоят? А там на каждом у нас и сыннички есть. Так, ешь, не поднимаю я. Разные. Здесь 250. От 250 до 400. Да, вот 400. Вот эта вот новинка, Лель, она подороже. И подороже вот эта вот, Милана Булата, она 600 стоит. Милана Булата, она дорогой сорт. А тут вот тоже. Классам, по-моему, 400 еще. Ну, там только у меня, этот, ВКонтакте, там будут фотографии выгулять, только на челайдах. То есть только начинается работа, то есть пока приезжайте на выставки, узнавайте. Да, приезжаю, начнут вот фотки туда закидывать. Ирина Апалихина. Постепенно, да. Постепенно будет электронная база тоже. Добавляет фотографии. Клор-Вижн. Давно известный сорт, но он яркий, красивый, он продолжает жить в коллекциях. Старенький сорт. Да, 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 да. Да, давний сорт. Вот это красивое. Сейчас мы название покажем, как оно читается. Клео. Короче говоря, мы ее называем Клео. Первое слово там еще тоже есть. Его нужно еще уметь прочитать. Клео. Зачем наши коллекционеры так изощряются? Называйте одним словом. Все равно мы до одного слова сокращаем. Вот Клео живет, как Клео. Вот тут тоже. Гляньте, три слова. Кстати, красивая какая бегония. Посмотрите, какие будут тут в сполохе желтого цвета. Да, да, вот она пока молодая, зелененькая, а потом вот желтые такие появляются. Разводы какие-то. Да. Красивая. А, сейчас цену посмотрим. Это природная. А сколько стоит? Она не дешевая. Она вот стоит. 650. 650 рублей. 650 за 600. Можно купить. Вот такие интересные бегонии. Так что вот. Вот у нас сегодня такая яркая поляна. Это Влад сегодня. Саша Красина. По-другому кто знает Сашу? Саша. Ой, сегодня красивые фаленопсисы с пестрыми листьями. Всегда ими любуюсь. Они получаются. И окраска листа разная. Есть прямо тут по поллиста желтым. Желтым цветом раскрашено. Есть окантовочка желтая. Цены 1400-1350. Пестренькие розетки. Очень красиво. Очень. Как-то одно время я прямо очень сильно увлекалась фаленопсисами. Постепенно из-за нехватки времени, наверное, вытеснили их другие цветочки. Забрали, отобрали все время. Но до сих пор с удовольствием любуюсь. У Саши самые разные фаленопсисы по окраске. Сейчас покажу такую интересную окраску. Это башмак такой. Да? Наверное. Влад, вот это башмакчик? Да, да. По храпидиуму. Ага. И цветок красивый. Ага. И листочек какой красивый. Красота вообще. А вот цветущая орхидея. Они, конечно, настоящие тропиканцы. Внешний вид цветка у них просто настоящий тропиканец. То есть, такое что-то интересное, необычное, шикарная расцветка. И здесь у Саши очень много самых разных орхидей. Я ее сфотографировала, поэтому приезжайте, приходите, выбирайте, какие нравятся. Цены, еще раз повторяю, самые разные. То есть, тут есть вот 1100, вижу там фаленопсис. И есть две с лишним. То есть, в зависимости от сорта, от расцветки, от новизны и так далее, и так далее. Ну и помимо этого, у Саши продаются такие химические препараты. Например, вот это она говорила, что когда мы фунгицид, когда, допустим, срезаем череночек, то можно его вот так закрасить этой оранжевой жидкостью. Во-первых, будет видно, что все ли вы покрыли, всю поверхность ли покрыли. Потому что, чтобы никакого гниения никуда не пробралось потом, чтобы все было смазано этой жидкостью. И во-вторых, ну, такой, как бы, сразу, в разы уменьшается возможность гниения. Вот так вот. Бактерициды, агримициды, антибиотики даже. В общем, всякие разные. Ингицид, бенлаты. Ну, нужно, кстати, почитать. Там же у Саши, я думаю, есть сопроводительные бумажечки. Актара, например, японский препарат, которым проливается почва. Ну, кстати, Актару многие считают безвредной. На самом деле, она просто запаха не имеет. А опасность у нее достаточно большая. Поэтому любые обработки всегда выполняем, когда собираемся уходить из дома. Обработали, ушли. Пришли, проветрили комнату. Потом только дышим. Мне написали, что незачем рассказывать. А что, получается, нужно только показывать, да? Так же не пойдет. Так, у нас... Здравствуйте. У нас сегодня много суккулентиков, кстати. И, как всегда, и хочется выцепить... Вот эти тоже красивые камеры. Смотри, он вот так расцветает. Цветные розетки. Вот вам показывают цветные розеточки. Я поняла. Я бы вопрос, как найти его. Как вам он? Ну, вообще, сейчас можно без всяких контактов просто приходить на выставку. Вы в любом случае найдете массу суккулентов, причем массу интересных суккулентов. Какая гастырия почти белая. Вернусь сюда. Да, не помнишь. Вот вторая песня о главном. Начинаю высвечивать камерой суккуленты и сразу же начинаю примечать, а что же, зачем же я вернусь, что же я собираюсь сегодня купить. Хотя вот, ей-богу, ничего не собиралась покупать из суккулентов штучно. Посмотрите, я перешла к следующему рабочему месту. Это Женя. И у Жени, посмотрите, какие диплодении сегодня. И очень много пиларгоний самых разных, причем сортовых. Сейчас назову вам сорта. Ярко-красный сорт. Ред спорт. Леона галактика. Вот она, Леона галактика. У нее необычные такие огромные цветы, нежнейшие расцветки. Красиво. Вот так он называется. Маргидон. Марьяна Магдалина. Не читаю. Читайте сами. Розовая жемчужина. Там, где могу прочитать, читаю. Анита. Красивые шапочки какие у Аниты. Грушенька. Как разобудная. Причем разобудная с таким... Такого необычного оттенка. Сара прямо красный цвет. Высвечивается. Нежнейшая розовая. Айс роз. Женя говорит, что разобудная, но не крупная. Ну и самые разные, разноцветные богинвилли. И помимо этого, Женя еще привезла сегодня красивые, прямо с вот таким листом гортензии. Красота. Это страшная сила. А сколько стоят такие, Женьки? Две с половиной тысячи с вот таким темным листом. Ага. Красота. Такой красивый лист богинвилли. А цвет вот такой оранжево-розовый. И есть наши эти баттерфляи, да? И вот мини-сорт, который невысокий, небольшой. Женя приезжает на выставки в Новороссийск, в Анапу и в Краснодар, в ДКЖД. Ну и, кстати, пользуясь случаем, сейчас можно перечислить даты, ближайшие даты, которые, выставок, которые проводят именно эти участники, Людмила и Елена. Вот сегодня у нас 29 сентября выставка в МКЦ в Новороссийске. И следующая выставка здесь, в Новороссийске, именно в МКЦ, будет 9 ноября. В Краснодаре выставка в ДКЖД от этих организаторов будет 12 октября. А 27 октября планируется выставка в Анапе. Вот я вам сейчас назвала ближайшие выставки на разных площадках от этих организаторов. То есть, на какой площадке я нахожусь, о тех выставках и говорю. Так, а я куда хотела дальше перебежать? А вот, вот на этот столик, это у нас на входе вот такой столик, чтобы уж было полное видео, побольше, чем на 17 минут, это Катя. Сейчас покажу вам, какие тут у Кати интересные цветочки. У Кати сегодня не только интересные цветочки, еще интересные зайцы. Гляньте, с какими ушами. Ну, прямо хочется, хочет к кому-то пойти жить. Гляньте, какой зайчишка. Кать, он продается? А сколько стоит? 1600. 1600. Вот такой зайчик. А вот тот маленький? 1300. 1300. Такой мягенький, такой хорошенький, прихорошенький. И цветочки. 1500. Катя, а вот это кто? Принц Апельсин. Как? Принц Апельсин. Принц Апельсин. Это Оранж, да? Принц Оранж, который называют? Да. Цены видели? Вот такой фикус, 1200. Бенгальский. Шикарная, просто шикарная диффенбафия, очень объемная. Полторы тысячи, да? Полторы тысячи. Огланы, кстати, сегодня есть огланы. Ага, да, да, да. Кус прямо шикарный. Очень красивый. Тут мы, пикает на входе у нас пропускник, поэтому с пикалкой ничего поделать не можем. 1200. Вот такая, почти белая. уронила, да? Покажи нам. Покажи нам. Вот эта красавица какая. Две с половиной, а сорт это какой? Сорт не скажет. Красавица. Майская. Знаю, сорт не знаю. Очень красивая. Возьми, пожалуйста, свою руку. А то я еще не поставлю стаканчик маленький. Гляньте, какая аллоказия. Вот это шкура дракона, да? Нет, это шкура носорога. А, шкура носорога. Это мело. А, вот она, поняла, мело. Нет. Ну, красавица. А сколько стоит такой большой куст? 1800. 1800. Если от него маленькая детька, вот такая. 800 рублей. Покажу вам, да. Она сложная? Нет, одна из самых простых. Посмотрите, какая прелесть. Шкура носорога. Красотка. Красотка. Клубничный лед, кстати, сегодня искали. Вот тут у Кати стоят 800 рублей клубничный лед. Есть анториумы кустовые. Ой, гляньте, какая. Аврора. Кстати, Аврора 1000 рублей. Это Диффенбахья Аврора. Она с возрастом становится почти белой. И вот небольшая деточка 800 рублей. Вот еще одна Алаказия. Посмотрите, какая прелесть. Гляньте. 2000. Как называется? Жаклин. Жаклин. Вот он, еще один заяц. Плотица. Маленькие Алаказии. Такие в стаканчиках по 400 рублей. Красивенькая. Хоя. 900 рублей в Айетике приколок. А это кто? Просто розовенькая. Это или неон, или редхард. Потому что они такие полностью в розовых тонах. Это тоже Алаказия, да? Да. И вот он, все бублю наш. 200 рублей у пареньяшечка. Так что это у нас первая часть. Ну, я думаю, что парочку частей еще мы с вами посмотрим. Это Новороссийск МКЦ 29 сентября. До новой части. МКЦ 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 МКЦ